Продолжение следует... 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 В большинстве случаев... Мы можем выявить... Вторичные очаги поражения... В позвоночном столбе... Или в костях таза... В других костях... Эти поражения менее чисты... Поэтому... Если мы говорим о... Верификации опухолевого процесса... О тех или иных... Лечебных мероприятиях... То прежде всего... Мы должны быть готовыми... Реализовать эти процедуры... В области таза... И в области позвоночного столба... И вот... Как раз про таз... Мы сегодня им более... Детально поговорим... Какие основные... Мероприятия... Какие основные процедуры... Мы можем реализовывать... У данной когорты пациентов... Да... Но наиболее часто... Это... Те или иные варианты... Пункционных биопсий... Которые реализуются... В виде трепанной биопсии... Когда мы получаем... Столбик... Ну... Тонкоигольно-аспирационная биопсия... При опухолевом поражении... Применяется... Костей применяется реже... Так как... Чаще всего... Мы имеем возможность получить... Достаточно хороший столбик ткани... Для проведения... Патоморфологического исследования... Биопсии могут выполняться... Либо с помощью... Специальных костных игл... Да... Вот она... Видите... Это изображение... Сейчас верну назад... Видите... Это изображение... Вот здесь... Да... Что они с тобой представляют? Это игла... Такой специальной рукоятки... Нужна такая рукоятка для того... Чтобы мы могли в эту кость... Крутиться... Ибо кость... Материал... Плотный... И... Кроме... Если же мы имеем... Дело с литическим очагом поражения... Да... То здесь мы можем использовать... Иглы для биопсии... Которые подсоединяются... К... Соответствующему пистолету... И... Таким образом... Забрать в мягкотканный... Столбик для исследования... Кроме биопсии... С чем мы еще можем толкнуться? Да... Но если мы говорим о лечебных мероприятиях... То ли это... Или иные аблативные вмешательства... Которые... Могут быть представлены... Либо криоаблацией... Либо микроволновой... Либо радиочастотной аблацией... Ну в общем... Про сути... Любые виды аблативных вмешательств... Для чего они нужны? Это с одной стороны... Либо... Купирование болевого синдрома... Ибо... Поражение костей чаще всего сопровождается достаточно выраженным болевым синдромом... Пациенты выложены принимать инстероидные и апиоидные анальгетики... Дабы его купировать... Это первый вариант... И для второй... Это для купирования болевого синдрома... И вторая основная цель... Это осуществление локального контроля над опухолью... Мы все понимаем, что если опухоль расположена в каких-то критических зонах... Например, как на этом изображении в области крыши вертоложной впадины... То пациенту достаточно в скором времени ждет патологический перелом... И инвалидизация, и невозможность передвигаться... Поэтому крайне важно каким-то образом постараться купировать данную ситуацию... И вот так же видно на изображениях... Вот пример выполнения криоаблации... Установлены два криозонда в опухоли... Проводится охлаждение очага... Как правило, выполняются два цикла заморозки... До температуры от минус 100 до минус 200 градусов... С экспозицией порядка 10 минут между циклами... И после окончания крио-воздействия... Выполняется пассивный отогрев опухоли... В чем преимущество криоаблации... Например, по сравнению с радиочастотной аблацией... Или микроволновой... В том, что эффект купирования болевого синдрома... Как правило, более выраженный... Более стоек... Да и сама переносимость подобной процедуры... Для пациента... Более благоприятна... Потому что не сопровождается... Как я уже говорил... С выраженным болевым синдромом... Непосредственно от самой процедуры... Помимо воздействия опухолевого на зону деструкции... Мы еще понимаем, что сама процедура... Также должна не нести выраженных болевых ощущений... И в этом плане... Криоаблация, конечно, обладает над другими аблативными технологиями... Определенными преимуществами... И следующий вариант функционных вмешательств... Это цементопластика... Это когда мы... Тоже под контролем лучевого метода исследования... В очаг литической деструкции... Либо после выполнения аблативного вмешательства... Либо без такового... Вводится жидкий цемент... Который в последующем затвердевает... И обеспечивает сохранение формы кости... Сохранение ее опорной функции... Дабы избежать в дальнейшем развития патологического перелома... Это критически важно как и при изменениях опухолевых изменений в костях таза... Так и что более широко используется при опухолевой деструкции в позвонках... Когда разрушение позвонка может привести к компрессии спинного мозга... К сужению позвоночного канала... И таким образом к развитию выраженных неврологических нарушений... Если мы обратим свое внимание к тазу... То все мы понимаем, что с одной стороны здесь есть... Для тех или иных интервенционных вмешательств... Свои факторы, облегчающие проведение подобных процедур... Так и ряд вещей, которые усложняют процедуру... Но что нам облегчает выполнение функционных вмешательств? То, что эти кости в целом достаточно массивны... Если мы возьмем подвздошные кости, возьмем крестец... То это крупные костные структуры... Есть где размахнуться... Есть где выбрать какой-то наиболее оптимальный вариант доступа... Но в то же время нужно понимать, что в тазу содержится много различных органов... И это органы желудочно-кишечного тракта... Тонкая кишка почти целиком лежит в тазу и толстая кишка... Здесь же органы мочеводящей системы... Мочевой пузырь, который, если наполнен... Практически может достигать и симфиза и так далее... Здесь же внутренние половые органы... Средоточение крупных сосудов, нервных структур... Поэтому, когда мы проводим интервенционные вмешательства в области таза... Нужно быть предельно осторожным, чтобы не вызвать осложнений, с которыми трудно в конечном счете будет бороться... Кроме того, можем обратить свой взор, что здесь и крупный-крупный сустав... Прохождение через элементы тазобедренного сустава... Это также может привести к развитию гемортроза и к выраженным болевым ощущениям у пациента. Нужно стремиться добиться результата с минимальной вероятностью тех или иных осложнений. Вот как эти осложнения с точки зрения доступов профилактировать... Вот на этом становимся ниже. Мы в своей практике предложили деление таза на несколько зон... Зон тазового кольца, на верхнюю, среднюю и нижнюю... Которые определяются той определенной анатомией. Если мы говорим про среднюю зону тазового кольца... То это можно визуализировать на рентгенограмме или на компьютерных томограммах от щель тазобедренного сустава. И как раз там, где мы видим эту щель, это есть средняя зона тазового кольца. Средняя зона тазового кольца. Все, что лежит кверху от нее, будет верхняя зона. Верхняя зона – это уровень подвздошных костей, в которой в этой зоне можно выделить два уровня. Это уровень крыла подвздошной кости и уровень тела соответствующей кости. А ниже средней зоны, ниже щели тазобедренного сустава будет лежать нижняя зона тазового кольца, на которой хорошо визуализируется седалищный бугор и нижний ветвь лобковой кости. И в зависимости от того, на каком уровне расположено, находится поражение, мы будем использовать те или иные доступы к выполнению функционных вмешательств. Давайте поподробнее теперь. Верхняя зона тазового кольца, уровень крыла подвздошной кости, в этой зоне выделяются определенные секторы безопасности, то есть те секторы, в которых мы можем манипулировать с минимальной вероятностью повреждения тех или иных анатомических важных структур. Какие здесь возможны доступы? Если это передний доступ через переднюю верхнюю ось и гребень подвздошной кости, эту кость легко нащупать при пальпации это место. Но кроме того, мы понимаем, что мы оперируем не столько пальпаторными способами диагностики, сколько способами визуализации, поэтому мы просто на область потенциального вкола, через точку доступа при выполнении сканирования нужно положить какую-то рентгеноконтрастную метку, которая нам и обеспечит место правильного доступа. Итак, передний доступ, боковой доступ – это практически вся наружная поверхность крыла подвздошной кости. Здесь мы можем добиться верификации процесса как в самой подвздошной кости, так и в области правой боковой массы крестца, пройдя через крестово-подвздошное сочленение насквозь. Здесь ничего ужасного нет. Это не создает каких-либо проблем в дальнейшем. И задний доступ уже непосредственно к крестцу и к подвздошной бугристости и подвздошной кости. Но здесь необходимо аккуратно манипулировать с учетом того, что здесь есть крестовый канал, в котором конские хвосты, нервы, и соответствующие крестовые отверстия. Тоже надо постараться избегать проникновения туда иглы. Следующий уровень – уровень тела подвздошной кости. Также в верхней зоне тазового кольца. Здесь возможны различные доступы практически со всех сторон, как передний, боковой, задний, боковой и задний доступ. Что принципиально важным здесь нужно помнить о том, что если мы говорим про передний доступ, то это нахождение здесь наружных подвздошных сосудов, сосудистого нервного пучка, и стараться все-таки свой вход осуществлять с латерали, нежели с медиали. А что касается боковых доступов, то помним, что здесь проходят ягодичные сосуды между ягодичными мышцами, и они, как правило, визуализируются, хоть и даже при бесконтрастном исследовании, и нужно постараться их увидеть. И все-таки свою иглу, особенно если вы используете толстые иглы, например, 8 гейдж для биопсии кости, все-таки направлять, минуя данную область. И что касается задних-задних доступов, то здесь то же самое. Помним про крестцовый канал, и помним про внутренние подвздошные сосуды и их ветви, которые также могут быть повреждены при неаккуратной манипуляции в этой зоне. Средняя зона тазового кольца, так как я уже говорил, что видим, видим тазобедренный сустав, щель тазобедренного сустава, и на нее ориентируемся. Какие здесь тоже варианты. Передний доступ через верхнюю ветвь подвздошной кости. Помним, что здесь проходят уже бедренные, бедренные или наружные подвздошные сосуды, сольственный нервный пучок соответствующий, и поэтому нам нужно всегда его хорошо визуализировать, и доступ осуществить либо с медиальной стороны, либо с латеральной, таким образом, чтобы все-таки в него не попасть. Кровотечение из подобных сосудов достаточно интенсивное, поэтому, если попадем, потом придется достаточно сложно из этой ситуации выходить. Но что касается заднего доступа, то также здесь уже идут нижние ягодичные артерии и вена, и помним, что стараемся попасть в соответствующую кость, в тело седалищной кости, миновав с одной стороны сустав, а с другой стороны вышеупомянутые сосуды. И теперь переходим к нижней зоне тазового кольца. Здесь уже что осталось? Ну, практически кусочек от седалищной кости, седалищный бугор. В частности, визуализирован шейка бедренной кости, большой бедренной кости, большой вертел, и здесь тело лобковой кости, и, может быть, еще видна ее нижняя ветвь, если мы возьмем уровень чуть-чуть пониже. Помним, что если мы здесь глубоко провалимся, то здесь находится мочевой пузырь, сзади надо постараться не провалиться, а, говоря о лобковой кости, то латеральнее проходит наружный подбедренный артерия и вена, и тоже в этой области манипулируем как можно аккуратнее. Сзади мы несколько менее стеснены в наших манипуляционных действиях, потому что здесь седалищный бугор достаточно мощный, но, тем не менее, все-таки соскальзывание иглы с седалищного бугра либо к латераль, либо к медиале, также крайне нежелательно. Вот теперь про то, что мы проговорили теоретически, посмотрим на клинических примерах. Видим очаг деструкции в крыле правой подвздошной кости, и в этот очаг деструкции проходит игла спокойно совершенно. Помним, что медиальные внутренние органы, поэтому с медиале к этой области не подбираемся. Даже несмотря на то, что здесь практически уже нет кортикального слоя кости, все-таки идем через ее нормальную часть. Это проще пройти целый кортикальный слой, чем пытаться зайти отсюда и соскочить по неосторожности в брюшную полость. Задний доступ в верхней зоне тазового кольца выполняется криооблация очага деструкции в крестце, установлен криозонд. Видим, что зоны опухоли в деструкции вовлекает уже и крестовый канал, поэтому здесь мы уже не так боимся распространения туда ледяной сферы. Установлен криозонд, и выполняется охлаждение опухоли. Еще одна манипуляция. Это также криооблация опухолевого очага в подвздошной кости. Помним, что прохождение внутренней пластинки само по себе не страшно, так как здесь находится подвздошно-поясничная мышца. Но, тем не менее, если мы за нее пройдем, то уже есть риск повреждений сосудистонервных, нервного пучка, если еще глубже, то и внутренних органов. Поэтому внутреннюю пластинку нужно проходить с осторожностью. Уровень тела подвздошной кости, да, проговоренный передний доступ. Ну, здесь, в принципе, все понятно и несложно. К медиали сильно не идем, потому что наружные подвздошные сосуды. Здесь из заднего доступа выполнена операция. Очаг деструкции с массивным мягко-тканным компонентом, исходящий из крестца. Установлен один криозонд. Вот на данном изображении один криозонд, и видно ледяная сфера, которая охватывает большую часть опухоли. Здесь выполнение домешательства заведомо не радикально, но выполнено с целью купирования болевого синдрома, что и было достигнуто в дальнейшем. Видно, что часть крикотканного компонента все-таки остается вне зоны аблации. Но, тем не менее, здесь уже продвижение криозонда дальше, да, уже чревато повреждением внутренних подвздошных сосудов и внутренних органов. Поэтому здесь уже решили остановиться. Заднебоковой доступ к телу подвздошной кости. Ну, здесь тоже все понятно, особых комментариев не требует. Волнение биопсии для верификации опухолевого процесса. Средняя зона оттазового кольца, передний доступ, видна щель тазобедренного сустава, латеральные иглы визуализированы, бедренные вены, артерии, нерв, и идеально видно, что подкрашен для лучшего понимания мочевой пузырь. Артефакты от протезирования налево от тазобедренного сустава во многом нарушают визуализацию, однако очаг деструкции виден, опухолевая деструкция виден хорошо, и иголку мы также контролируем. На поверхности тела можно видеть, что скрепку, которая была перед процедурой, положена, чтобы определить оптимальную точку доступа. Если бы мы пошли чуть-чуть латеральнее, то уже был бы риск повреждения сосудов. И биопсия в теле правоседоречной кости заднего доступа. Здесь тоже все достаточно понятно. Очаг деструкции, сосудистонервный пучок, и мы стараемся ничего не повредить. И последний вариант – это биопсия очагодеструкции в теле левой лобковой кости из переднего доступа. Помним, что нужно избежать повреждения сосудистонервного пучка. И из заднего доступа все то же самое. Это очаг деструкции в бугре седающей кости и выполнение трепанной биопсии. Все те же самые принципы, видна метка. Подводя итоги, какое бы хотелось сделать заключение, что безопасность минновазимных черезкожных процедур при опухольном поражении костей определяется использованием определенных секторов функционного доступа и знаниям топографической анатомии. Надо понимать, что если вы планируете доступ, вариант доступа передний, боковой, либо задний, то нужно и соответствующим образом расположить пациента в апертуре гентры, чтобы в позиционировании иглы как в идеале шло перпендикулярно кости. Это облегчит вам ее установку. И выделение. Следующий вывод, что выделение трех зон тазового кольца и в основном определенной топографической анатомии этой области определяет выбор оптимального функционного доступа к очагу поражения и снижает вероятность осложнений. Когда вы будете пространственно представлять, в какой зоне вы работаете, какие здесь находятся анатомические структуры, внутренние органы сосуды нервы, то и вам будет проще планировать то или иное функционное вмешательство. Спасибо большое.